Итак, 19.59, и уважаемые коллеги, пожалуйста, особенно те, кто у нас бывает постоянно, дайте, пожалуйста, мне знать, что меня слышно и видно. Слышно и видно. Слышно и видно. Пожалуйста. В Петербурге начинается гроза, судя по всему, буквально с нашим началом, поэтому вы будете, наверное, слышать грозу, и я тоже, скажем, сразу предупреждаю. Итак, анонсированная сегодня тема у нас была, посвященная системному анализу. Предположительно, эта тема пойдет от двух до четырех лекций в зависимости от ваших вопросов. Сегодня будет больше теории. В следующий раз, учитывая, что эта тема сложна и сильно мифологизирована, предполагаются ваши вопросы. Это уже в следующий раз. Сегодня вопросы на уточнение. Итак, соответственно, перед тем, как эту тему излагать, я поработал какое-то количество книг за последние годы, не за последние, извините, за 36 лет, какое-то количество шкафов по этой теме. Я не говорю о шкафу. Вот, и, соответственно, готовясь к этой теме, я в фоновом режиме прослушал порядка 70 часов, 70 часов на ютубе, 70 часов. Вот стандартная ошибка по раскрытию этой темы. Да, можете проверить, пожалуйста, это совершенно нормально проверить. Значит, какие есть ошибки? Нет ссылок на предшественников. Когда человек излагает некий материал и не делает ссылок на предшественников, есть два мощных правила, которые это объясняют. Первое. Не знает. Не знает, значит, некомпетентен. Второе. Может быть, еще хуже с моральной точки зрения. Знает, но скрывает. Это совсем плохо. Это совсем скверно, когда знает, скрывает, скажем, да. Исключение того, что я надел на ютубе, вот лекция Алексеева, студия по всему, вузовский педагог. Человек, который четко ссылается. Почему нужно четко ссылаться на предшественников? Любой преподаватель это знает, любой учитель это знает. Человек может что-то забыть, что-то иначе интерпретировать, что-то сам не разобраться. Бывает такое. Поэтому для нормальных, сильных учеников остается возможность выяснить по первоисточнику, как было дело. То есть человек, который скрывает, либо не знает, но, мягко говоря, непрофессионален. Да, кстати, для новичков, вижу новые фамилии, у нас темп подачи высокий, поэтому рекомендуется вести запись. Вы будете вести запись в компьютере или на бумаге, я предпочитаю на бумаге, потому что можно что-то будет зарисовывать. Как вам удобнее, но без записи полтора часа, мягко говоря, наивно. Но я продолжаю. Второй момент, проверьте меня, пожалуйста, на ютубе, это некоторый размышлизм на любую тему. В этом случае это откровенная шизовка. Слово шизовка, я знаю, что не академические и не университетские темы, но очень точные. Человек начинает что-то излагать про некие тонкие миры, сам не понимает, что он излагает. Но, тем не менее, на всякий случай приклеивает такое слово «системный». Ну, соответственно, это такое банальное мошенничество, то есть человек использует чужие наработки для того, чтобы, собственно, размышлизмы слэш-шизовки излагать. И, соответственно, скажем, третий вариант – это некоторый платный, обратите внимание, платный мастер-класс. Слово «мастер-класс» уже у меня вызывает некоторые вопросы, потому что мастер-класс – это некое мероприятие, которое проводят выдающиеся специалисты. То есть на мастер-класс нужно заслужить, а другие чуть менее выдающиеся специалисты смотрят, как он общается с учениками. То есть идет общение и с учениками, и с другими почти выдающимися специалистами. Мастер-класс. Поэтому до мастер-класса большинство того, что представлено на интернет, просто не дотягивает. Ну, никак не дотягивает. И, соответственно, скажу, он платный мастер-класс, но, тем не менее, человек просто делает некий приятный трёп. Вот кто хочет платить за приятный трёп, это ваше право, пожалуйста, скажем. Но надо понимать, что это приятный трёп. Потому что профессионал должен давать материалы несколько другого уровня. Вот давайте посмотрим, на что я сейчас поговорю, несколько будет заставок. Соответственно, скажем, вот типовой пример этой недели, это правда из книг. Вот на всякий случай эту книгу могу показать, ну, у меня маленький экранчик, мне очень будет хорошо видно. Поверьте, почти 500 страниц автора доктора наук. Обратите внимание, доктор наук, да, доктор наук. Вот количество примеров, обратите внимание на название, на название как бы равняется нулю. То есть, когда в книге на 500 страниц, почти на 500 страниц, нет качественного творческого примера, то, наверное, многое говорит. Вот одна из схем, одна из схем, которая там нарисована, если вы сможете разобраться в этой схеме, ну да, это один из примеров просто подвернулось на этой неделе, не более того, скажем, да. Но я продолжаю излагать. Значит, соответственно, вот некая проверка на профпригодность по интеллектуальным темам. Эту тему мы много раз обсуждали, но как раз в теме системный анализ, она была анонсирована, и поэтому я хочу дать. Значит, первый момент, просто имеются ли ссылки на первые источники. Зачем это нужно? Это нужно для тем, чтобы ученики могли проверить лектора, ведущего. Обратите внимание, это очень хорошо понимается законодателями, и в законах об образовании разных стран, не могу сказать, что я читал все, но некоторые законы я читал разных стран, подчеркнуто, что принципиальное отличие образовательной услуги, что ученик, учащийся, слушатель, называйте как угодно, принимает активные действия, потому что бы разобраться. Обратите внимание, в случае, когда один человек нечто говорит, как я сейчас, другие внимают, это не совсем образование, потому что образование предполагает активную работу учащихся, активную. Поэтому для лучших учащихся нужно давать ссылки на первые источники, чтобы они могли проверить уважаемого лектора. А вдруг лектор, он, может быть, этого не хотел, ну, был больной, расстроился, масса факторов, он забыл. Поэтому все, что без ссылок на первые источники, ну, два балла сразу же, то есть сразу же. Либо не знает, либо скрывает. Второе. Должны быть неочевидные примеры самого ведущего, не вычитанные из книг и откуда-то еще, чужие примеры. Нет, это другой уровень работы. Примеры должны быть самого ведущего, вот самого. Это ценится, да? Далее. А есть ли какие-то неочевидные решенные задачи, кроме бытовых историй по системным анализам? Я под впечатлением Ютьюба напоминаю, да? Вот неочевидные и лично решенные задачи. Еще раз, да? Далее. Есть ли неочевидные рекомендации слушателями? То есть не банальные, то, что это будет ново для минимально начитанных слушателей по теме. Далее. Есть ли вообще актуальная демонстрация будущего? А что нужно делать в будущем? Вот у нас сегодня в конце это обязательно будет. Вот пятый пункт. Вот, соответственно, если просуммировать эти пять пунктов, то, соответственно, скажем, получается, что людей, которые что-то понимают в интеллектуальной сфере, ну, не только вот в системном анализе близких, я эту цифру многократно называл, менее процента, еще раз, менее процента курсов, книг, публикаций, статьи, в том числе научных, это что-то приличное. Остальные менее приличные. Более точная цифра, она обычно шокирует, люди не верят. Проверяйте, пожалуйста. Это четверть процента. Могу даже уточнить. Меньше процента – это четверть процента. Приличная публикация. Через эти пять критерий проходит. Соответственно, первый результат, сейчас вот эта ссылка будет в группе ВКонтакте, это некая такая профессиональная методика для оценки курсов, вебинаров, книг, ну, чего угодно интеллектуального, которые смотрели оценщики и так далее. Значит, эта ссылка будет ВКонтакте, сейчас ее можно не переписывать, не щелкать, она, наверное, не вскроется в графическом редакторе, так дальше, но она будет. Поэтому это вот далее, скажем, да, вот, идем дальше. Вижу вопрос в чате, пока он не очень существенный, поэтому потихонечку идем дальше. И вот теперь мы переходим, это я просто сказал анонс, что было поработано, скажу, что это выдумано не сегодня вечером. Мы потихонечку приступаем, чтобы понять, как бы, что сейчас называется системанным анализом, мы начинаем с истории. История, естественно, в укороченном варианте, в укороченном варианте, потому что мне нужно будет связать воедино несколько линий, несколько линий, несколько линий. Вот, пожалуйста, посмотрите, несколько линий, чтобы разобраться. Потому что это не одномерный случай, сам системный анализ и так дальше. Что для Средневековья, уж решил пойти не от греков, а от Средневековья, было характерно воспроизводство чего-то там, чего-то, у оружейника одно, у тележника другое, ну и так дальше, в неких поколениях и без инструкций. Точнее, инструкции некие цеховые были, но это для муниципалитета. Но вы прекрасно понимаете, что если вы годами занимаетесь с детства одним и тем же ремеслом, вам инструкции не нужны. Это примерно то же самое, что вам начертить сейчас план своей квартиры, и вот как бы, где что стоит. Ну это безумие. То есть, зачем это делать, и так ясно. Дальше. Как правило, работа в небольших коллективах по типу семьи. То есть, когда и живут вместе, и едят вместе, и работают вместе, и вроде бы как подмастерья даже, ну что-то типа таких вот полуродственников, четверть родственников, да. Далее. Какие существуют социальные лифты? Причем будем брать возрождение, Италию, такую хорошую страну, с хорошим климатом. За одно, два, три поколения можно было преуспеть в армии. В армии можно было делать карьеру. Причем, обратите внимание, я написал одно, два, три поколения. Вот. На флоте. Ну причем в армии на флоте какие-то такие нижние чины, нижние чины потом. Ну и самый главный социальный лифт – это церковь. То есть можно было сделать карьеру. Бывали случаи, когда человек буквально начинал из самых низов и становился кардиналом. Ну вы понимаете, кардинал, папа римский – это очень-очень-очень такая важная позиция в пирамиде власти, в возрождении и так дальше. Это вот пока некие сведения. Идем пока тихонечку дальше, сейчас немножко будет история, да. Дальше. Вот. Университет тех времен, а средневековье к возрождению. Соответственно, скажем, человек, который начинал учиться в университете, проходил три предмета. Вот. Громадчику, историку и логику. Потом он должен, переходил к расширенной версии, арифметика, геометрия, музыка и астрономия. Вот. Вот следующий уже начался профессиональный этап, и большинство университетов делилось на богословие, медицину и респруденцию. Например, в массе книг Галилей ошибочно назван физикой, то есть он был физик по роду Галилея, Галилей по роду деятельности, а вообще он был медик. Вот обратите внимание, первая точка, которая нам понадобится в ближайшее время, чтобы, ну, уже известно, что в возрождении были какие-то инженерные сооружения, строительные сооружения, соборы замечательные, обратите внимание, в университетах не готовили, не готовили то, что мы сейчас называем механиками, инженерами и так далее. Вот обратите внимание, вот это очень важное, вот это очень важное, уважаемая Ольга, бегом перегистрируется, либо выкрашу просто-напросто. Да, у нас так принято. Значит, как бы, да, потому, объясняю для присутствующих, у нас есть правила, они минимальны, но очень твердые. Если человек после, неоднократно предупрежденный, не в состоянии выполнить инструкции, соответственно, скажем, он прекращает у нас существование. Поэтому Ольга бегом, то есть, как бы, бегом просто, нам просто перегистрироваться, скажем, да. И так дальше, пожалуйста. Извините за сбивку, да. Далее, 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 смотрим, смотрим, следующий момент. Вот, а когда же родился такой исследовательский университет? Ну, вот считается, что это было сделано в 1810 году, довольно точно известно. Это было сделано в Германии, где некий человек, вот Фридор Шлеймахер, который, он языковед, и Вильгельм фон Гульман тоже языковед, лингвист, так дальше. И вот Фридор Шлеймахер как бы стал понимать, интуитивно понимать, можно посмотреть по ссылкам, что вот профессор должен не болтать, что очень важно, очень важно, а он должен демонстрировать акт создания нового знания. И вот Вильгельм фон Гумбельс мог уговорить власти, соответственно, обучение стало строиться, причем стало строиться, как вот серия таких лекций, лабораторных работ, ну вот приближена к современному хорошему образованию. Надо сказать, что были модели английских университетов, французских университетов, ну Россия всегда ориентировалась на Германию в этом отношении. Надо сказать, что германская модель вскоре победила в Европе, потому что она оказалась самой эффективной. Самой эффективной. Ну теперь давайте перенесемся в Россию, в узкорязычное пространство, точнее, и посмотрим, что же у нас было в России. И такой, вот первый момент такой, который какое-то отношение к системному анализу имеет, наверное, это был Петр, 1701 год, обратите внимание. Далее, я думаю, что вы в состоянии прочесть, что здесь написано, я умолкаю. Вот на 30 секунд, на 30 секунд, на 30 секунд, и, соответственно, посмотрите, пожалуйста, когда возник некий прообраз, ну, некий прообраз еще, что ли, такого качественного высшего образования. Вот 1774 год, горное училище в Санкт-Петербурге, где было аж 23 студента. Ну, питерцы знают, это ныне горный институт, питерцы знают, питерцы хорошо знают. Обратите внимание, через какое-то время уже 60 студентов. Соответственно, когда я учился в школе, когда я учился в школе, а школа наша рядышком, довольно близко стоит от вот некого поля, где расстреливают дикобыльцев, рядом с медным всадником, Сенатская площадь. Соответственно, скажем, я думал, что, наверное, когда собирались дикобыльцы, выводили свои полки, и, наверное, с противоположной стороны, там как раз Питерский университет, основные старые здания Питерского университета, потому что новые они в Петергофе, то, наверное, студенты наблюдали это дело. И только недавно я узнал, что в 1824 году, то есть за год до этого восстания дикобыльцев, в Питерском университете, держитесь сейчас крепче, было 42 студента. В 1824 год в Питерском университете 42 студента всего лишь. Вот к вопросу о квалифицированных кадрах. Ну, тем не менее, мы потихонечку-потихонечку продолжаем, да, и на всякий случай, в большинстве стран, сейчас посмотрю свою шпаргалку, вот, пожалуйста, во Франции, Австрии, Саксонии и в России в 19 веке фабрикой считала предприятие, которым было от 17 до 20 рабочих. Фабрикой от 17 до 20 рабочих. Это 19 век, на всякий случай, на всякий случай. 19 век, да, это просто для того, чтобы можно было почувствовать обучение. И вот, тем не менее, тем не менее, возникла такая штука, что к началу 20 века, того века, не 21, а 20 века, соответственно, были уже крупные производства, появились крупные заводы, появились довольно сложные корабли, корабли военные, корабли довольно сложные, то есть корабль это аналог дома, только на воде. Появились первые самолеты, появились первые двигатели, появились какие-то военные дела и так дальше. И вот, соответственно, скажем, возникла острая необходимость решать сложные задачи, причем не те, которые ребенок как в возрождении или в средневековье с детства впитывал, то есть он рождался уже чуть ли не в мастерской, как бы и работал там с утра до ночи, а какие-то сложные проблемы, которые имеют много составляющих, многие подзадачи и так дальше. И, соответственно, скажем, некоторая штука, которая не написана ни в одном мне известном учебнике по системному анализу, выяснилось, если вы смотрите внимательно, смотрите мои базы данных, то выясняется, что в истории Европы была масса людей, была масса людей, которые говорили о том, что вообще есть знания, есть универсальное знание, там все решаемое и так дальше. И вот выяснилось, что вот эти длинные, длительные разговоры, умные, многомерные, о знании, они равняются нулюм, начала X века. Кто же такие разговоры в европейской истории вел? Вели люди религиозные, я в предыдущих лекциях рассказывал, что только мне известно, я не специалист по религии, сразу скажу, я не верующий, порядка 60 людей, берем, только христиан, только христиан, только христиан, которые в первые годы нашей эры, от Рождества Христова, говорили о том, что на все существует божественное знание, вообще на все, вообще на все. Вот обратите внимание, 390 год, то есть такое раннее христианство, начало такое раннее средневековье, Блаженный Августин уже понимает, человек Блаженный Августин был умный, не отнимешь, Честно говоря, уже даже в 390 году в священных текстах очень много недостатков, мягко говоря, уже не может закрыть интеллектуальную брешь. Поэтому посмотрите, пожалуйста, очень внимательно, можно по этой ссылке, можно найти другие источники, я их проверяю, он говорит о том, что вообще священные тексты вы можете понимать метафорически. Что это означает? Ну, это означает, я смотрю, что у нас больше сегодня, по-моему, мужчин в чате, ну, можно и к женщинам сказать, что если, например, мужчине женщина говорит, женись на мне, мужчине это нравится, допустим, нравится, он уже собирается в ЗАГС, в этот момент женщина говорит, я метафорически сказала, просто мы вместе посидели в загородном ресторане тогда, счет был большой, пожалуйста, оплати, но вообще насчет ЗАГСа это метафорически. То есть, как только тексты могут тактоваться метафорически, это означает, что вот готова система самоправданий. Причем теперь я скажу вещь, которую даже люди, обучавшиеся в духовной семинарии, не знают, я проверял, что вот этот блаженный Августин, это не сам придумал, он писал это с древних евреев, точнее, он писал с Торы. Вот у древних евреев эти ходы уже были. Вот, компиляция называется, называется компиляция, да. Вторая, на всякий случай, на всякий случай, вот 1870 год, догмат, ударение на букву «о», догмат, от слова «догма», о непогрешимости и безошибочности по-приимскому. Официально принять никто не отменял, кстати, никто не отменял. Далее, 1936 год, учреждена, 1936 год, чтобы держать руку на пульсе, учреждена Папская научная академия. Ну, написано по-латыни, но чтобы держать, туда входят многие известные учёные, их приглашают специально, чтобы Ватикан держал руку на пульсе, скажем, да. В 1992 год Павел, Иоанн Павел II вошёл в историю, что он порядка более ста раз перед тем-то извинялся, ну, в том числе Галилею Галилею. То есть, обратите внимание, был некоторый блеф раннехристианский, то есть существует некое божественное знание. Я уважаю чувство верующих, но тут я должен сказать, что божественное знание, к сожалению, задач не решает. Это такой хороший афоризм. Ещё раз, божественное знание, к сожалению, задач не решает. К сожалению, да? Это, в общем-то, обнаружилось многократно. Ну, вот, начало XX века это уже перезрело. Посмотрим других людей, а кто же ещё, кто же ещё, кто же ещё обещал чему-то сделать. Вот в первой фразе есть ошибка, я увидел, когда загрузил, но решил, что в данном случае как раз уместно оставить. Если внимательно кого-то интересует, либо кто-то профессионал философской литературы, то в философской литературе постоянно написано, что философия – это любовь к мудрости, это рассмотрение проблем. Вот, пожалуйста, момент, который я люблю цитировать. Вот несколько раз, не один раз, сотни профессоров, ещё раз, несколько раз, сотни профессоров пытались найти национальную идею России. Задача сложная, да? Задача сложная. Вот по этой ссылочке пойдите и посмотрите. Это происходило уже совсем недавно. Сходите и посмотрите. Значит, дело в том, что, действительно, задача сложная. То, что они не решили, это факт медицинский, причём это признал человек, которому это заказывали. Но дело не в этом. Я все эти материалы внимательно читал и так дальше. Они даже не в состоянии поставить задачу. Там, разбитие на подзадачи и так дальше, да? То есть, повторяю, вот этот философский блеф тоже окончился ничем. Далее. Казалось бы, задачами, проблемами занимаются логики. И более того, логик много, много. Но как-то оказывалось, что как бы уже масса каких-то сложных проблем есть в обществе. А вот как-то логики к ней не готовы. Следующая категория людей – психологи. К сожалению, психологи, они замечательные. Возможно, они занимаются хорошо семейной психотерапией. Я не специалист, не знаю. Возможно, они замечательно занимаются детишками. Будем считать, что я тоже не специалист, тоже не знаю. Возможно, они занимаются замечательно дифференциальной, возрастной и другими психологиями. Ну, будем считать, что я не знаю. Будем считать, что вам было легче. В области творчества до сих пор, уже до 21 века, их результаты равняются нулю. Потому что я постоянно провожу конференцию, прошу психологов провести пример хотя бы одной лично решенной, небанальной задачи. Учитывая, что я это делаю 36 лет, еще раз, 36 лет, пока одного ответа не было. 36 лет, вот хотелось бы, хотелось бы узнать, хотелось бы все-таки узнать, да? Поэтому сложилась такая ситуация, сложилась такая ситуация, что, с одной стороны, значит, есть социальный заказ, причем никто его не формулирует, есть сложные системы, мосты, двигатели, корабли, заводы, социум. С другой стороны, все прежние обещания, философские, религиозные, к началу 22 века, в общем-то, равняются нулю по решению этих задач. Это очень важная точка. И, соответственно, чтобы вы сейчас отдохнули чуть-чуть, а я почитал, что написано в чате, давайте посмотрим еще как бы два высказывания. Вот, чему учили детей, там, где учился, например, Пушкин, где учился, где учился Пушкин, вот, в лицее. Вот, чему учили детей, чему учили, как только прочтете, дайте плюсики, я пока читаю. Да, я думаю, что прочитано. Вот, чему учили детей, но к концу 19 века это забыли, да? Это вот первый пример, первый пример, Станислав Олегович Айзин из Америки прочел, а где же россияне, и россияне тоже подтягиваются, спасибо. Ну, думаю, что вы прочли, да? Можно делать скриншот, конечно, да? Теперь следующий пример, следующий пример, посмотрите, пожалуйста, тут надо чуть-чуть... Так, одну секундочку, сейчас я посмотрю. Так, это я сказал, это я сказал, это сказал, значит, как бы... Ну, секунду, сейчас еще раз посмотрю. Так, письмо. Так, пожалуйста. Вот, пожалуйста, посмотрите, Анатолий Александрович Ржачков прислал замечательный пример. В данном случае он относится к теории комического, к теории комического, которая так толком и не построена, ну, как бы, я себя не считаю, скажем, что она у меня построена, не опубликована. Посмотрите, пожалуйста, тут очень характерное замечание. Очень характерное замечание. Очень характерное замечание. Вот. Вот с чем, грубо говоря, с чем, что было в начале XX века. Надеюсь, тоже прочитано, да? Надеюсь, да? Прочитано, я не вижу, пожалуйста, дайте, что проб почитан. Да, ну, вот такая вот... Это не болезнь, это некая такая вот акцентуация, скорее, когда человек годами мелет языком и ничего не может сделать, в общем-то, да? Ну, хорошо. В таком случае, значит, как бы давайте, значит, как бы... Вот теперь, тем не менее, тем не менее, если внимательно изучать историю Европы, тем не менее у таких крупных авторитетов, крупных авторов, ну, начиная с Аристотеля, при внимательном прочтении можно найти какие-то идеи системного анализа. Это отдельное большое направление, большое направление, извините, которым, наверное, историкам любопытно заниматься. Я просто официально отрезал, потому что у меня получалось, что только на древних греках мы посидим системным анализом часа два, получалось, я решил два часа сэкономить себе и вам, не так это актуально. Но, тем не менее, уже в XIX веке были несколько людей, в XIX веке, которые что-то начали делать в этом направлении, иногда случайно, иногда не желая этого. Значит, первое, это был Жорж Кювье, француз, который очень советовал сходить по ссылке, я эту ссылку опубликую, который изучал животных. И он заметил, он заметил, Кювье заметил, что если это травоядное, то у травоядного есть определенные зубы, чтобы перетирать траву. Раз перетирается трава, у травоядного должны быть мощные челюсти. Раз у него мощные челюсти, то мощные челюсти не случайным, а определенным образом крепятся к шее. Ну и так дальше. И вот оказалось, что действительно, имея там единичные косточки, Кювье мог предсказать, по части, по части, он мог примерно предсказать портрет некого животного, в том числе ископаемого. Вот это первая работа и так дальше. Есть такой анекдот, я думаю, что это исторический анекдот Байка, что кто-то там из студентов или сотрудников Кювье, когда он заснул, одел шкуру барана и подошел к нему и сказал, разбудил, я тебя съем. Вот Кювье посмотрел на ноги, назвал копыта по латыни, я не знаю, я не владею латыней, посмотрел, ощупал рога и сказал, ты травоядное, семейство такое, ты меня не съешь. И продолжал спать. Ну это, конечно, Байка. Второй момент, который на русскоязычном пространстве почти неизвестен, на который сделал очень многое, очень многое для системного анализа, это Гейбер Спенсер. К сожалению, очень довольно тяжело достать его труды, оригинальные труды в России, но, тем не менее, Гейбер Спенсер очень многое сделал, правда, в других терминах, пусть и системным анализом. Все остальные, допустим, очень часто, начиная с Малиновского, он же Богданов, Александр Александрович, но, мягко говоря, очень многое взято у Спенсера, мягко говоря. Следующая точка, о которой поговорим подробнее, в следующий раз, австрийц Людек фон Бертланфи, значит, кого интересуют это такие предтечи? Говорить будем более подробно, поэтому сейчас первый только проброс. Ну, идем дальше, идем дальше, значит, как бы, да, соответственно, скажем. Еще одна линия, без которой не обойтись, и сейчас мы как раз уже поступаем непосредственно к инструментарию потихонечку, довольно хитрым образом. Значит, был сформулирован всего лишь IV век до н.э. Некоторый парадокс, причем, как бы, сначала он был сформулирован в прямом варианте, но, возможно, и в обратном. Вот в упрощенном варианте, я надеюсь, пока я говорю, вы читаете, вот, а с чего начинается куча? Вот одно зерно не куча, как-то интуитивно ясно. Или одна картофелина, либо одна клубника. Ну, а вот с двух зерен, с двух картофелин тоже не начинается, с трех не начинается, ну и так дальше. Вот, соответственно, скажем, вот было большое количество споров по этому, по этому. И, соответственно, где-то к середине уже XX века, просто в данном случае для справки даю, значит, была группа людей, которая занималась, как бы занималась системными анализами, она даже гордилась, что существует порядка 500 определений, что такое система и системный анализ. Обратите внимание, я пока не говорю, да? Так вот, теперь посмотрите, пожалуйста, за логикой. Посмотрите, пожалуйста, за логикой. За логикой. Вот сейчас у нас будет фотография. Вот, извините, извините, у меня, по-моему, я сейчас посмотрю. Да, сейчас вот так вот, извините, не та фотография. Вот, да, извините. Вот, пожалуйста, посмотрите. Вот, о куче зерна. То есть, с какого момента начинается куча? Либо с какого момента мы берем, отнимаем, да, от большой кучи существующей. И, соответственно, были такие споры, они были в Средневековье, они были в XIX веке, что, например, куча обладает свойством сыпучести. Я цитирую академический журнал «Вопрос философии», на всякий случай. Это академический журнал «Академия наук». Когда я это прочитал впервые, это, по-моему, я был уже после вуза, у меня это вызвало некое сомнение. Но первое сомнение инженеры поймут, что когда есть некая куча слева, то, соответственно, бывает действительно сыпучесть, когда катится один камешек, одна песчинка, одна картофельника. Бывает совершенно другой режим, гораздо более опасный, режим с обострением, когда идет лавина. То есть, тоже сыпется, но, извините, это разный момент. Следующий момент справа. Я прошу меня поверить, что так оно и есть. Некоторые инженеры, может быть, знают, но кто не знает, значит, поверьте мне, что так оно и есть. Если мы возьмем кучу песка, в данном случае не зерой, не черники, она сминается, а кучу песка. Вот такой уголочек на нее, уголочек с углом альфа. Угол альфа – это угол естественного откоса называется, она самообразуется при насыпании сверху. Так вот, соответственно, при прикладывании вертикальной нагрузки, если угол профиля равен углу альфа, углу естественного откоса, значит, куча чуть-чуть просядет, потому что между зернышками, между песчинками есть воздух, после чего она ставит намертво. Если у вас будет уголок меньше, чем у меня нарисован, ну так сожмите его, сожмите, то вы получите такую пружину из песка. Просто у меня есть работа по песочным, по сыпучим телам, поэтому я очень хорошо знаю, ну и так дальше, да? Так вот, выясняется, выясняется, что появляются некоторые качественные свойства, появляются некоторые качественные свойства, когда мы что-то стали делать с объектом. Вот это очень важное замечание. Вот в первом случае там помогли ему просыпаться, ну, например, толкнули просто-напста. Во втором случае просто-напста приложили вертикальные усилия. Там в третьем случае чуть-чуть профиль, ну, чуть-чуть сделали такой более острым, меньше угла раскрытия. И получили пружину, он же демпфер, да? Вот отсюда возникает некоторый такой уже более-менее тезис, потому что меня просили определить слово «система», я это сделаю. Соответственно, скажем, мы вот эту кучу песка погружаем в различные контексты, и в различных контекстах эта куча песка себя ведет по-разному. В общем, обратите внимание, что куча песка, естественно, существует объективно, то есть она существует независимо от нашего созвами сознания. Но, тем не менее, как правило, что-то начинает с ней делать вот именно человек, именно человек. Посмотрим следующую картинку. Посмотрим следующую картинку на человек, скажем, да? Соответственно, скажем, когда возникает необходимость в системном подходе, можно назвать какое-то иное слово, когда человек сталкивается, причем с целым комплексом проблем, не с одной, но с одной, которому, может быть, сил хватит, где-то посмотрит и так далее. Вот, когда целый комплекс проблем. То есть, допустим, сейчас, допустим, сейчас, привожу очень простой пример. Допустим, сейчас будет у кого-то сбой вещания на эсбернадской площадке. Ну, простейший вариант – нажать клавишу F5 и так далее. Допустим, не помогает. Ну, смотрите, допустим, барахлит интернет. Ну, вообще, причина, ну, жалко, но причина банальная. Либо, например, кто-то смотрит, как бы, сейчас на даче, аккумулятор сел, ну, тоже неприятно, ну, не зарядили вовремя аккумулятора, тоже неприятно, да? Ну, вот, ну, бывают какие-то такие нелинейные случаи. То есть, в момент, когда вы смотрите, это вот это мое вещание, значит, произошло обновление антивируса вашего, и последняя версия антивируса, вот эту площадку не совмещается, эта площадка тоже бывает. Вот, мягко говоря, вот по одной причине, вроде бы, как проблем такие, ну, все решаемое, когда таких же причин отказов, отказов, может быть, штук 10, то здесь начинаются уже какие-то системные вещи. Поэтому, соответственно, к началу 20 века не было произнесено толком, вот произнесено толком не было, пока мне неизвестно, но было некое ощущение того, что нужны какие-то инструменты, потому что естественной памяти, естественных способностей, естественных эффлексов человеку уже не хватает, не хватает. Вот в этот момент как раз возникает, скорее даже, не системы, потому что система появляется, представление системы появляется у человека, а не у животных, потому что, как думают животные, до сих пор непонятно, но и появляется у человека. И, соответственно, возникает некое желание костыля, которое позволяет, позволяет вот человеку как-то с этим совладать, скажем, да? Дальше, Сергей Николаевич Атанов, пружина, а есть ссылка, ну, у меня есть книга по этому, Сергей Николаевич, есть, естественно, скажем, да, так дальше, как бы, да, значит, да, значит, далее, значит, и давайте посмотрим пример, и дайте мне знать, что вы прочитали, пример системной задачи, вот пример системной задачи, два слова об авторе Альберт Швейце, он поехал ворчевать, ворчевать в начале века XX, значит, негров в экваториальную Африку, далее читаем, даем мне знать, даем мне знать, когда прочитано. Ну, вот совершенно понятно, обыкновенный курятник, ну, вот я искал такой пример, что типа сарай, либо курятник, а нашел, сарай не нашел, курятник нашел, да, но вот проблема стала весьма-весьма системной, я, кстати, думаю, что даже вот современные инженеры, ну, не сразу там, в общем, соберут такой курятник, нарисуют, нужно думать прежде, чем его делать, в отличие от обыкновенного, да, вот это как раз пример системной задачи, когда вот нужны какие-то инструменты, то есть вот созрела некая общественная потребность, созрела некая общественная потребность, вот как раз пример системной задачи, скажем, да, и, соответственно, скажем, соответственно, значит, вот теперь переходим уже к инструментарию, который примерно в эти же времена более серьезно стал делаться, И, значит, первый человек, я выбрал произвольно, потому что ни в одной книжке такого, знаете, утвержденного списка инструментов нет. Об инструментах будем говорить в прошлый, в следующий раз, еще через раз, наверное, будем говорить. Значит, первый момент, который тоже трудно достать в России, хотя, вроде бы, писал он в конце 19-го века, начале 20-го века, это отец научного менеджмента Федерик Уэнслоу Тейлор, который сделал следующее. Он заметил, сейчас я поговорю на эту тему, очень важно, что, в принципе, даже на простейших работах, то есть землекопа, причем землекоп, который кидает песок грузчика, человек, который грузит заготовки металлические в вагон, каменщика, казалось бы, простейшие работы, кто сталкивается с работягами, он знает, что каждый работяга там большой специалист и так дальше. Тейлор доказал секундомерам в руках, что люди не в состоянии, вот еще раз, взрослые люди, у них дети есть, детей они уже делают, а как бы организовывают в состоянии, не в состоянии оптимально организовать свой простейший труд. Далее, соответственно, очень интересный момент, что где-то после войны, Великой Отечественной войны или Второй мировой войны, в мире было осознанно, что большинство предпринимателей, давать им кредит нельзя, потому что они плохо понимают, большинство предпринимателей плохо понимают, что они делают, как бизнес-консультант, я полностью подтверждаю эту мысль, полностью подтверждаю эту мысль, плохо понимают, потому что нужен бизнес-план, вот нужен бизнес-план, и, соответственно, дальше будет кредитный комитет, либо там, если небольшой кредитик, там отдельный человек его рассмотрит, Обратите внимание, очень интересная техника, которую используют в Макдональдсе, обыкновенный по всему миру. В Макдональдсе приходят студенты, платят им немного, но в Макдональдсе такой корпоративный кодекс толщиной в палец, и там описаны все случаи, которые могут быть. То есть, например, может прийти бандит с пистолетом, и, соответственно, вы правы, если вы бандиту с пистолетом, отдаете деньги, потому что не надо никаких подвигов, не надо крови в Макдональдсе, это имидж, это пиар и так дальше. Соответственно, раньше, по крайней мере, знаю, раньше в течение часа снималась касса, на каждый час в кассе где-то полторы сотни 200 долларов, ну, небольшая потеря. Соответственно, можно даже спросить бандита, вам там кисло-сладкий или какой-то еще. Все описано, все описано. Так вот, первый принцип, который я дам такую формулировку, которая, возможно, покоробит тех, кто впервые меня слушает, но, тем не менее, подумайте об этом, что большинство людей, в том числе, с высшим образованием, не могут организовать свой труд. Чрезвычайно печально, но это так. Большинство людей, я сейчас в 21 веке, с высшим образованием не могут организовать свой труд. Я имею в виду интеллектуальность, тут какой-то такой, да, скажем, да. Вот первый, кто это очень четко произнес и наметил механизмы, это конец 19 века, начале 20-го, Тейлор. Аплодисменты Тейлору, аплодисменты Тейлору, да. К сожалению, к сожалению, это так. Соответственно, я напоминаю вам некоторое число, которое я назвал сегодня вначале, я постоянно его называю, что при личных публикаций о творчестве на языках Европы менее процента. То есть, да, что написано, как сам оценивает себя автор, значения не имеет. Какие он степени имеет, значения не имеет. Второе, менее процента. Менее процента. Вот, как ни странно, первый принцип. У Тейлора есть другие принципы, которые, в принципе, частично опубликованы, можно посмотреть по ссылке, они более известные. Мне очень хотелось поставить акцент на том, что человек, взрослый человек, не в состоянии наметь оптимальный маршрут, к сожалению. Это такой жестковатый может быть принцип, но к сожалению действует, да, скажем. Все, кто, если вы меня не видите, соответственно, скажем, ну, можно задавать вопросы. Второе, посмотрите любую качественную литературу про бизнес-процессы. Любую качественную литературу, но желательно, как бы, уже нашего тысячелетия. Следующий момент, второй подход, кто его придумал, я затрудняюсь сказать, он заключается в следующем, что когда у нас какое-то явление, мы уже от Тейлора отвлеклись, бывает очень выгодно выделить в нем какие-то, дальше я буду использовать синонимы, разные авторы используют разные слова, синонимы, то есть это могут быть ранги, уровни, слои, системы, подсистемы и так дальше. Вот, пожалуйста, посмотрите, в чем дело, скажем, и очень выгодно рассматривать какое-то явление по слоям. Почему? Есть некая вероятность, не стопроцентная, естественно, что на разных слоях будут различные правила игры. Рассмотрим снайпера Первой мировой, в Первой мировой уже были снайперы, значит, человек с ружьем, ну, допустим, уровень, ну, вот, рыженький, рыженький, человек с ружьем, человек с ружьем, солдат, должен стрелять в направление противника, как-то, ну, желательно попадать, ну, желательно, должен стрелять и так дальше. Снайпер нет, снайпер тоже человек с ружьем, снайпер может отсутствовать в части несколько дней, снайпер может отсутствовать в части несколько дней, более того, на него не очень распространяются принципы солдатского быта по уставу. Потому что задача снайпера — пострелить, например, артиллерийского офисера врага, и тот солдат, и этот солдат, и, может быть, даже звания у них там соизмеримые, но правила совершенно различные. Следующий пример, который мы обсуждали неоднократно, что существует, например, такое направление, как искусство, существует такое большое направление, как наука, существует такое большое направление, как религия. Далее у них существуют некие пограничные зоны, пограничные зоны, религия и наука имеют пограничные зоны, религия и искусство имеют пограничные зоны, наука и искусство имеют пограничные зоны, но вообще в пределах этих слоев правила игры различны. И вот как раз чрезвычайно коварно, когда я вижу на конференции, когда приходят преподаватели вуза, и человек, преподаватель вуза, привык читать студентам, и он не понимает, что у меня в аудитории тоже преподаватели вуза. Например, то, что он читает студентам, пытается почитать по подавателям вуза. Человек не понимает, что сложные явления, второй принцип, который придумал первый, не знаю, просто не знаю, что-то знаете, укажите. Вообще, просто нам это выгодно. Выгодно слоить на различные слои, уровни, ранги и так далее. И отсюда следуют два вывода, которые потом мы запишем более подробно, они будут в выводах. Значит, первое, это не стопроцентное утверждение, то есть иногда работает, тогда не работает. Непонятно, да? В разных слоях могут быть разные правила, причем внешне они могут очень похожие. Пришел к студентам, сидят люди, записывают. Пришел к конференции, сидят люди, записывают. Нет, это другие люди. Их не интересует введение специальности, например. Пробедатели вуза не интересуют, они уже сами это считают. Их интересуют другие вещи, да? Вот так дальше, да? Второе, всегда возникают какие-то очень интересные, очень сложные эффекты, новые эффекты, на границах. Вот между наукой и религией очень много интересных вещей. Много веков пытаются эту задачу решить, научно доказать науку, религиозно обосновать науку, обратная задача. Не получается. Вот очень интересные штуки. Ну, идем дальше, пожалуйста. Да? Дальше, пожалуйста, да? Значит, как бы, да? Далее. Значит, пожалуйста, посмотрите, значит, как бы... Вот есть некоторые линии. Значит, их вот в 79-м году я слышал в исполнении Бориса Львовича Злотина. Хотя похожие линии много раз были указаны в различной литературе. Я даю ссылку, на которую часто ссылаются. Ну, здесь как бы первого автора, в общем-то, и нету, скажем, да? Так вот, посмотрите, пожалуйста. Пожалуйста, посмотрите, пожалуйста. Вот какие такие типовые слои бывают во многих системах? Не всегда, но бывают. Некоторые части уровня, немножко мы об этом поговорили. Далее. Вот некоторые структурные анализы, то есть связи. Связи, связи. Значит, дальше обратите внимание, вот по пункту 2, немножко кто ведет конспект, обратите внимание, очень интересно. Если мы возьмем европейскую науку начала 19-го века, то, соответственно, существовала механика, и объявлялась некая субстанция. Вот механика и сила есть некая субстанция. Далее, та же самая физика, теплород, теплота, тоже объявлялась субстанция. И вот к концу 19-го века таких субстанций, электрической, тепловой, механической, накопилось очень много. А сами системы, это, повторяю, заводы, города, корабли, к началу 19-го века усложнились, и выяснилось, что помимо субстанций, тепловой, электрической, называйте как хотите, то есть я не хочу сейчас делать экскурс физики, есть еще связи. И иногда связей много. И как-то они работают, их тоже как-то надо учитывать. Вот в технике связи, ну просто там очень слабые сигналы, как бы субстанции там такие немощные, но они очень важны, они очень важны, сами прекрасно знаете. Далее, параметрические параметры. Сейчас, допустим, есть такая модная теория ограничений, как бы ничего там нового нету, то есть уже все это было в 60-70-е годы повозглашены, но очень хорошо понимать некоторые параметры, которые ограничивают нашу систему. То есть если мы проектируем, например, скоростной поезд, то, соответственно, пункт номер один, явное ограничение, что он прилегает через жилые районы, как-то надо огораживать, первое, от шума, второе, допустим, постоянные неприятные случаи, вот скоростной поезд Хельсинки-Петербург-Аллегра, потому что на переходах, специальные люди выходят на переходы, чтобы вот Аллегра существовал, потому что и звери, и люди, и автомашины как-то не привыкли в России к скоростным поездам. То есть второе ограничение. Третье, если мы еще будем увеличивать скорость Аллегра мысленно, то следующее ограничение – трение, то есть для большой скорости, явное ограничение – трение. То есть, соответственно, третий очень важный параметр – какие ограничения перед системой существуют, какие ограничения перед системой существуют. Есть, допустим, такая замечательная проверка, которую мой коллега Сергей Валерьевич Сычев предлагает в области бизнеса, когда он, бизнесмена, спрашивает, ну, допустим, мы вам увеличиваем количество входных звонков в четыре раза, где ваша контора сломается. Ну, вот если здесь мысленно увеличить количество входных звонков, входных клиентов, конных заявок в несколько раз, то она сломается. Пример, от которого мы страдаем почти постоянно, ну, страдаем в кавычках, конечно, когда мы проводим очередное мероприятие, какие-то лекции, мастер-классы, семинары, вот, арендуем ресторан, чтобы питали наших клиентов, предупреждаем ресторан, что мы вам в залпе поведем, там, 50 человек в залпе, в залпе поведем. Еще не было ресторана, который не заглючил бы от этого. Вот как раз возникла ситуация, когда на страну напал урожай, как говорит Жванецкий, вот много клиентов в ресторане, все оплачены, и ресторан начинает глючить, он не в состоянии обслужить такого потока клиентов. Далее, четвертый, генетический, ну, эволюционный, можно сказать, генетический. Очень выгодно просматривать, очень выгодно просматривать, вот как развивалась какая-то конкретная система. Другое дело, что это не один вечер, это, может быть, недели, но очень много мыслей здесь и возникает. И, соответственно, скажем, уже анализ материальных потоков, вещества, энергии, информации, вещи-то в ТРИС более-менее разработанные, да, скажем, да. Ольга Викторовна Никлеса. Ольга Никлеса, функциональный анализ, в данном случае, в данном случае, о функциональном анализе я поговорю и попозже, и надеюсь, там будут неожиданности, потому что функциональный анализ знали еще, как бы, архитекторы до христианства, как бы, и после христианства, скажем, да, современные форисашники этого, естественно, не знают, скажем, да. Далее, как бы, да. А, это у нас уже было, извините, сейчас я иду дальше. Извините, иду дальше. Иду дальше, да. Соответственно, скажем, вот скриншот желательно сделать, желательно сделать скриншот. Вот здесь вот можно посетить более подробно, я жду уже ваших вопросов. Значит, о том, как бы, вот, что ли, методические рекомендации. Значит, вот первый момент я уже оговаривал, что выгодно разложить на уровне и проверить, да, как раскладывать, наверное, можно придумать, но, по крайней мере, достаточно интуитивно, пока, да. Второй момент. Действие некого объекта зависит от уровня, есть разные термины, контекста, либо надсистемы, на которой находится, на котором находится изучаемый объект. Вот посмотрите, пожалуйста, есть такое выражение, знаменитое в истории, что история борьба классов. Карл Маркс, история борьба классов. И вот нас заставляли это определение учить. Вот теперь мысленно, мысленно, вот по горизонтали, по горизонтали давайте изобразим, мысленно изобразим. Некая страна, нация, класс, прослойка вокруг власти, другие прослойки. Теперь то же самое по вертикали, то есть некая нация, некая нация, некая страна, ну, или страна-нация, класс, прослойка около власти, какие-то другие прослойки, там, вот, буржуазия, интеллигенция, называйте, как хотите. Мы получили такую двумерную матрицу, из которой автоматически следует, что история и масса примеров не только борьба классов, а это классическая фраза, которая бездумно повторялась, столетие повторялось. Обратите внимание, что в зависимости от объекта зависит от уровня контекстной системы. На разных действуют различные правила, и хорошо бы это учитывать. Дальше. Иногда важно учитывать не один уровень, а несколько. Вот, например, до Великой Отечественной войны, такой странный поступок, который допустило германское командование, в Россию были поставлены самолеты, боевые самолеты, которые выпускала Германия. Казалось бы, оставлены на территории России. Вот, казалось бы, зачем это было сделано? Зачем это было сделано? Вот, соответственно, скажем, понятно, что запугать Россию, наверное, довольно сложно. Но, тем не менее, я думаю, что расчет, можно анализировать по нескольким слоям, расчет был следующий. Что в то время Россия очень много покупала технологий в Америке и в Германии. И была большая надежда у немцев, что россияне, ну тогда советские люди, скопируют самолеты, скопируют. Тогда это было принято, копировать все, что зарубежное, копировать в России, но они скопируют с отсталыми характеристиками. Ну, что требуется в войне, что требуется в войне, скажем, да? Далее. Могут быть какие-то сложные, непонятные эффекты, обычно на границе слоев возникают. Это место, где можно в научном смысле копать и что-то интересное обнаружить, вот на границе. Далее. Самого интересного, самого вкусного в научном, в бизнес смысле, вот в некой анализируемой системе может быть очень мало. Я провожу третий раз сегодня пример, что качественных публикаций по творчеству где-то в районе четверти процента. Вот всего лишь. Всего лишь. Всего лишь, как бы, да? Далее, пожалуйста, более подробно можно посмотреть на 47 материалов по системному уровню, я буду дать и так далее. И 60 материалов на различные качественные уровни творчества. Сейчас давайте небольшой перерывчик, пожалуйста, я постараюсь ответить на те вопросы, которые были, я их видел, пожалуйста, сейчас постараюсь ответить. Как бы, да? Значит, как бы, Денис Алексеевич Бондаренко, в Петербургском университете было студентов 42 попадавателей. Не знаю, думаю, что немного, но, возможно, это были проходящие попадаватели, проходящие. Виктор Георгиевич Гумена. Существуют ли инженеры в области философии, логики, психологии, педагогики? Значит, существует такое направление, как философия техники. Вот, как бы, им занимаются гуманитарии. Фантастически глупо, фантастически глупо. То есть, ну, просто люди пытаются быть самозанятыми, то есть, они придумывают себе нечто. Вот, приличные инженеры просто-напросто не тратят время на них, ну, и так дальше. Вот, да, и так дальше. Существует дальше. Далее. Значит, ссылка функциональная. Самое интересное, в чём ошибка? Значит, ошибка в следующем. Значит, в чём заключается типовая ошибка? Например, почти еженедельно, летом еженедельно, я получаю ссылки на какие-то книжки, я чек мне пишу письмо и рассказываю о том, что он почитал книжку. Вот, соответственно, скажем, я стесняюсь это отвечать, в лекциях я говорю, ну, просто я знаю, что это ведёт к обидам, что для того, чтобы просто пробиться к более-менее приличному знанию в области творчества, сейчас сразу оговариваю, не вообще к знанию в области творчества, соответственно, человек должен почитать книжек 400, из них там одна более-менее приличная, ну, либо 400 страниц, из 400 страниц одна приличная. А человек почему-то думает, что он почитает там 2-3 книжки, что-то узнает. Нет, вот хорошее знание, на пути к хорошему знанию лежит, повторяю, вот четверть процента. Вот это надо сразу же понимать, сразу же понимать, чего-то хорошего бывает очень-очень-очень мало, очень-очень мало бывает. Второй момент, второй момент очень модной темы – наставник. Где найти наставника? Если вы занимаетесь большой наукой, большой наукой, исследованием, чем-то ещё, надо очень хорошо понимать, что в мире, в любой дисциплине, это может быть не обязательно наука такая, математика и физика, это может быть прикладные дисциплины, это может быть бизнес, кстати, людей, которые вообще, если вы не вчера родились, не студент, да, что таких людей всего лишь несколько человек. Причём самое интересное, скорее всего, они не очень светятся, они не блефуют, они ни в коем случае не инфобизнесмены, они себя не рассказывают, просто они настолько заняты, что не до вас. Но, тем не менее, человек может быть в другой стране, в другом городе, учиться нужно только у лучших. Вот, соответственно, большинство людей с высшим образованием, иногда с научными степенями, в качестве наставника, говорят, чёрт знает кого, буквально, в смысле, чёрт знает кого, то есть, ну, так дальше как бы, да. Вот это нужно очень жёстко понимать, это пункт шестой. Ещё вопросы, да, дальше это. Владимир Владимирович Владимирович, то есть, 100 книжек, только четверть одной книжки, правильно, интересно, значит, в области творчества, в области творчества может быть даже и не так, то есть, даже и не так, значит. Значит, я этим занимаюсь 36 лет, 36 лет, повторяю, и критерии как раз, я уже называл, что полезно, как бы, книжки – это некий ученический этап, и очень важно, для того, чтобы вы входите в какую-то область творчества, вот по изобретателям есть экспериментальные данные, необходимо 200 лично прорешенных кейсов, 200, 200, 200. 200 кейсов не прорешивается ни за один вечер, ни за два вечера, ни даже за месяц вечеров лично прорешенных кейсов. Если этого не прорешено, то, соответственно, говорить о каком-то навыке творческом, ну, просто, наоборот, нельзя, то есть, ну, либо это очень такой низкий ученический навык, ученический навык, скажем, да? Книжки – некий помежуточный этап, и, повторяю, и очень чрезвычайно мало, да? Виктор Георгиевич Гуменов. В институтах вместо системного анализа часто используются модные блок-схемы. Можно использовать стрелочки, то есть стрелочки, квадратики. Это неплохо, но критерий не этот. В творчестве критерий – решенная задача, сделанный проект. Если вам что-то нужно для памяти, никакого отношения к системному анализу. Вот Тони Бьюзен сделал те вещи, которые были известны вообще в районе Древнего Рима. Генеалогические деревья, потом их приватизировали биологи, деревья биологические, вот эти различные древовидные структуры и так далее. Потом они были, уже упомянутые, в Бертландфе, к которому мы вернёмся, древовидные структуры, которые, вот эта карта ума, карта ума позволяет, про них проводятся семинары, вебинары и так далее, позволяет зафиксировать информацию, упорядочить память, да. Но я сейчас говорил не об этом, я говорил о том, что есть сложные задачи, сложные задачи, и, соответственно, их необходимо решать, их необходимо решать. Вот, соответственно, скажем, есть такое высказывание, одно из следствий законов Мерфи, что если есть некоторые объекты, предоставить его самому себе, самому себе, то, соответственно, всё будет только ухудшаться, ну, совершенно железно, да. Мне несколько раз приходилось, точнее, как приходилось, меня привлекали в нескольких странах, меня привлекал Всемирный банк, Всемирный банк, я не оговорюсь, для консультаций, и, соответственно, скажем, одна из стратегий Всемирного банка, она, как ни странно, полностью напоминает Макдональдс. Они этого не скрывают, ни в коем случае. Дело в том, что ждать, когда в каком-то стране будут такие нормальные законы для заплатных денег, Всемирный банк не может, не может. Поэтому, соответственно, они пишут некоторые отчёты, форма отчётов, она близка к тем законам, которые чиновники, депутаты, все остальные, различные люди должны принять в ближайшем будущем. И, соответственно, дальше эти отчёты бесплатно распространяются, где только можно. Ну, имеется в виду, конечно, не среди студентов, потому что это бессмысленно, а среди чиновничества депутатов и так дальше. И опыт Всемирного банка показывает, что рано или поздно, догадайтесь с двух раз, подаватели особенно, и чиновники и депутаты списывают с отчётов законы, что и требовалось. Вот обратите внимание, даже на уровне законодательства и так далее, наиболее массовая стратегия – это подражание и тиражирование. Как люди это обосновывают? Как правило, врут. Ну, Сибирь врут, ближний врут. То есть, врут по своей крутости и о реальных делах. Как раз, а системный анализ возникает, я уже описал эту ситуацию, показал примеры на Швейцарии, когда проблем много, и вот списать не с кого, вот списать не с кого. Вот не получается списать, то есть, может быть, и хотелось бы списать, а списать не с кого. А тем не менее, какие-то проблемы нужно решать, и, соответственно, скажем, нужны какие-то инструменты. Парочку инструментов я очень кратко пробежал сегодня. Это вот некоторые слои, вот правила работы с слоями. Я показал. Какие ещё вопросы? Сейчас как бы, дай дальше. Денис Алексеевич Бондаренко. Какие, на ваш взгляд, ключевые и нерешённые задачи управленческого консалтинга? Значит, на мой взгляд, на мой взгляд, как уже некий управленческий консалтинг, он замутнён, он замутнён некоторой такой вот болтовнёй и как бы безумным количеством псевдо-результатов. Дело в том, что действительно были результаты, процитировано мною выше Федерика Тейлора. Он действительно поднимал производительность труда. Далее, в Европе стали расти университеты. На них появилось, естественно, учить бизнесу захотели все. Это выгодно. И вот как бы такие очень здоровые результаты Тейлора, вообще говоря, запопугаяли. Запопугаяли и так далее. Потому что сейчас в области управленческого консалтинга миф на мифе, мифом погоняет. На мой взгляд, как бы для подготовки управленческого консалтанта, на мой взгляд, на мой взгляд, полезно несколько вещей. Пункт номер один. Просто-напросто хронометраж. Сначала себя, потом других людей. Просто хронометраж. Первое, да? Второй момент. Изучение опыта. В общем, опыт должен быть какой-то позитивный. Какой он будет? Вплоть до детского сада. Когда нужно просто параллельно уложить, там, не знаю, 120 детей и спать. Вот вплоть до этого. Что они делают? На мой взгляд, в управленческом консалтинге как бы нужно глобально почистить мифологию. Там очень много мифологических наслоений, учебники которой не содержат ни одной решенной задачи их авторам. Вот просто поймите, люди учатся по учебникам, автор которой не решил ни одной задачи, в отличие от Тейлора. Вот. Ну, соответственно, возникает некая муть. Как сделать так, чтобы воин в мире не было? Эта задача имеет решение с точки зрения системного анализа. Нет, мой совет, эту тему не обсуждать. Постараюсь объяснить свое понимание, скажем. Есть большое количество международных болтунов, которые перемещаются с конференции на конференцию и болтают. Слово «болтает» подчеркну двумя жирными красными чертами вот на сходные темы. Задача этих болтунов, то есть мерный сейчас настолько богат, что он позволяет содержать этих болтунов, которые хронически болтают на эту тему. На мой взгляд, эту тему можно обсуждать, вот обозначена, она серьезная, она кровавая и так дальше, после того, когда болтуны, но не болтуны, люди какие-то, демонстрируют лично решенные задачи, ну, например, которые наладили работу какого-то заводика, ну, или фабрики в масштабе 19 века, то есть на 20 человек. Если человек не в состоянии, то, пожалуйста, смотрите по ссылке, которую я сегодня проводил, когда несколько сотен докторов наук, еще раз, докторов наук, докторов наук были не в состоянии даже поставить задачу. Поэтому, отвечая на ваш вопрос полностью, то есть теоретически задачи такая существует, практически на сегодняшний день нет в мире людей, как в моем понимании, физически нет людей, которые готовы какие-то показать предшествующие успехи, поэтому обсуждение несерьезно, оно несерьезно, да. Значит, как бы, Станислав Олегович Айзен, пожалуйста, расскажите подробнее о том, как появляется потребность в создании связи в новых схемах. Нет, она не появляется, появляется не потребность. Просто-напросто, значит, получается, сейчас постараюсь сформулировать мысли, получается, что между элементами сложных систем много связей, много связей. И просто-напросто вот так вот на память их не взять. Некоторые связи возникают паразитные, которые вот, ну, просто-напросто и в голове не было. Вот, они появляются путём вот как бы... То есть есть такая заповедь у автомобилистов и у самолётчиков, авиаконструкторов, что, как правило, очень плохо, когда появляется и новая машина, новая машина имеет в виду корпус, вот корпус, и новый двигатель. Почему? Двигатель весьма сложная вещь, очень сложная вещь, ну, двигатель сложная вещь. Простые двигатели есть только у ракет, на которые на твердых шашках, ну, такие на короткие дистанции, которые летают. А все остальные двигатели сложные. Вот. И сам самолёт, сам автомобиль, тоже сложная система. Потому что между новым двигателем и новым, вот, ну, что ли, всеми остальными деталями будут какие-то связи, какие непонятно, и как это нужно изучать, что-то ещё, что-то ещё, что-то ещё, что-то ещё, что-то ещё. То есть, да? Поэтому связи возникают сами, никто их не пытается устанавливать. Вот, по крайней мере, я так говорю, да? Далее. Как правильно поставить задачу по поиску национальной идеи то, с чем доктора Дорог не справились? Скажем, значит, на мой взгляд, примерно следующим образом. Примерно следующим образом. Более того, значит, я просто не рассказал только о части истории. Значит, когда... Я ознакомился, значит, с этими поисками национальной идеи, пришёл в ужас и попросил Дмитрия Игоревича Карпушина. Дмитрий Игоревич Карпушин тогда представлял, значит, это агентство новости в Петербурге, бюро агентства новости в Петербурге, недалеко от Литейного моста территориально. Оно ещё сейчас там есть, как бы, да? Я попросил пригласить интеллектуалов города. И мы это дело, в том числе, в том числе, значит, декана философского факультета, мы немножко об этом обсудили. Значит, на мой взгляд, на мой взгляд, вот некая национальная идея, значит, делается следующим образом. Первое. Очень хорошо выяснить, выяснить, вот чем реально живёт, чем реально живёт хотя бы элита в России, чем она реально живёт, что её реально беспокоить. Насколько мне известно, элиты России исследовали много раз. То, что я читал, это ужасно, это катастрофично, как бы, да? А чем она реально живёт, вообще никто вообще не выяснял, скажем, да? Чем она реально живёт. Букв второй. Надо посмотреть, какие вызовы существуют в мире, потому что Китай планирует на 20-25 лет. Какие есть некие вызовы в мире, да? Вот. Вот где-то пока, после этих двух исследований, будет примерно понятно, примерно понятно, куда нужно двигаться. Одна из вещей, которая уже ясна, без всякого анализа, на сегодняшний день в стране, в моём понимании, в стране, только в России, по крайней мере, ничего не делается, под названием «Нужно хорошо работать». То есть, вот нужно хорошо работать. Вот просто нужно хорошо работать. Хорошо должен работать преподаватель. Вот. Хорошо должен работать, там, милиционер. Ну, и так дальше. Хорошо должны работать госорганы. Госорганы, да? Это очень простая вещь. Значит, то есть, наш бизнес-процесс, у меня есть публикация на эту тему, можете поискать, или прислать мне запрос, я дам ссылочку. Значит, более того, как бы, весьма высоким чинам в России это докладывал, они получили удовольствие этой статьи. Там, крохотная, да, статья крохотная, но, значит, чины получили удовольствие, когда ничего не сдвинулось после этого, естественно. Бизнес-процессы в России должны быть лучше, чем в соседних странах. Бизнес-процессы понимаются широко, в том числе и в школе. То есть, там, может быть, бизнеса нет, но вот и на процессы. Потому что россияне, в России масса талантливых людей, лично знаю, масса талантливых людей, в Украине и Белоруссии масса талантливых людей, но вот когда они объединяются в систему, они не работают. Я прошу ни белорусов, ни украинцев, ни других народов не обижаться. Вот у мармонов это происходит лучше, у японцев это происходит лучше, у протестантов это происходит лучше, у некоторых корейцев, не у всех, происходит лучше. Россияне, когда они объединяются в систему, то есть несколько россиян, КПД катастрофически падает. Поэтому это маленькая часть некой национальной идеи, потому что мы не единые в мире, и мы должны понимать, как конкурировать. Бизнес-процессы, понимаемые широко, еще и еще раз, в России должны быть с большим КПД, чем в соседних странах. Потому что сейчас такое время, когда выигрывают не одиночки, а команды. Алгоритма сбора команды в России отсутствует как класс. Говорю как человек, который провел 30 конференций консультантов и бизнес-тренеров, я очень хорошо знаю их умственный уровень по поводу команды образования. Очень хорошо знаю. К сожалению, вот так вот скажем. Примерно, это примерно так. Элиты имеются в виду интеллектуальные или властные? Нет, разные элиты. Элиты – те люди, на которых ориентируется большинство. Потому что есть известные соотношения, они для разных групп приводятся, разные проценты. Допустим, что если можно как-то 5% элиты начинают что-то делать, остальные подтягиваются. Ну, такие оценки, понятно, что они полос потолка, может быть 3%, может быть 4%. А разные элиты, как они реально живут, реальные потребности, реальные прогнозы, реальные пути и так далее. В моем понимании, открытых данных у меня нет по этому. Может быть, это и закрытые данные, но вот может быть, не знаю. Тем не менее. Так, ну идем дальше, как бы, да. Значит, таким образом, а что же случилось? Да, подождите, еще вопросы, или я о системном анализе продолжу рассказывать. Да, Ольга Викторовна Никлеса. Последняя работа по нас идее России посвящена справедливости, но никак не эффективности и коммуникации. Значит, как бы, вот как раз в этом отношении, Ольга Викторовна, большое спасибо, на разных слоях для электората очень близко идея России, это из всех там политических исследований следует. Для страны, если мы с ним мыслим как страна, необходимо, мы участвуем в мировой конкуренции, причем независимо от того, хотим мы участвовать или не хотим участвовать. На разных слоях, посмотрите, перед вами правило написано, действуют разные правила. Вот здесь, как бы, азы системного анализа, да. А в других странах есть алгоритмы команды образования. Значит, есть в некоторых профессиях, есть в некоторых профессиях, когда, значит, как бы, приведу пример, который знают все. Значит, первый пример, уже упомянутый сегодня, Макдональдс. То есть, я в Москве несколько лет назад, в Питере не видел, в Москве видел, в Макдональдсе на дверях был такой плакатик. Я его сейчас, конечно, искажу, но по сути я скажу верно. Там было написано, что мы знаем, что ты от нас уйдешь. Представляете, такой плакатик на им на работу. Начинается с того, мы знаем, что ты от нас уйдешь, но ты уйдешь от нас к человеку. Ну, я переврал, конечно, приношу извинения Макдональдсу, но судьба такая, что человек приходит, он может проходить с понтами, не знаю, с чем проходить, с понтами, с мечтаниями, неважно. Его вставляют в некоторую оболочку, тренируют. Причем один раз я случайно попал на тренинг Макдональдса, просто так получилось, что я поднялся на второй этаж, и тренинг был фантастический в том отношении, что объяснялось все. То есть, все объяснялось. Значит, так дальше. И он, значит, работает. В некоторых программистских командах выжимают все. То есть, это патагонная система, но они делают результат. Такое существует. Значит, некоторые общности, которые я назвал, протестанты, японцы, мормоны, которые веками отработали какие-то куски технологии, куски технологии, куски технологии. Да, такое существует. То есть, где позаимствовать, оно существует. Или посмотрите хотя бы, да. Андрей Анатольевич Телятников. Как устранить конкуренцию, когда когда сдача имеет решение с точки зрения системного анализа? Значит, Андрей Анатольевич Телятников. Вы можете скачать бесплатно, значит, такую программу «Экспорт-1001 рекламоноситель». Это наша программа, демоверсия. Правда, там нужно обновление сайта Windows скачать. Возможно, не запустится. Там порядка 400 способов. Это крупнейшее в мире собрание конкурентных стратегий. Еще раз, 400 способов. Мы проверяли. Это крупнейшее собрание в мире в области бизнеса. «Экспорт-1001 рекламоноситель». Главное, что она бы заработала. В открытом режиме, кстати, работает. Может скачать. Значит, такие способы, как исключение конкуренции, исключение конкурента, да, действительно, такие существуют, такие описаны. Да, действительно, да. Элита те, на кого ориентируются. То есть элита – люди шоу-бизнеса. Ну, сейчас, если смотреть Останкино, это действительно там юмористы, визажисты, фигуристы. Действительно, в плане работы с электоратом, ну, электорат как-то этому подражает. Ну, это подражание на уровне, там, костюма, фасона, прически и так далее. Вот это вот. Вот элиты разные, разные. Есть интеллектуальные элиты, ну, так дальше. Вот на мой взгляд, на мой взгляд, одна из стратегических ошибок, которые сейчас делают разные профессии, это касается и бизнеса, и касается небизнеса, когда у нас в стране нет образцов, эту нишу пытался занять Евгений Чичваркин, кстати, в Москве, нету, вот, а кто такой вот предприниматель или бизнесмен? Образа нету. Образа там, ну, и других профессий тоже нету. Образы политиков уже начали делать, я сам к этому причастен, а вот образов бизнесменов и других профессий нету. То есть грамотно это делать, конечно. Но сегодня не об этом, да. Спасибо, да, пожалуйста, да. Таким же образом, что же произошло с системным анализом? Вот с системным анализом, я, кстати, не все сказал, как бы, да, не все сказал. Пока давайте останемся на этой штуке и так далее. И вот, соответственно, скажем, в 63-70-е годы, во время Хрущевской оттепели, под руководством Акшеля Ивановича Бергера, была такая, ну, как бы, некая комиссия, комитет, как бы по кибернетике, которая освещала различные прогрессивные вещи. И вот, соответственно, скажем, ряд людей, мы назовем по фамилиям, Блауберг Игорь Викторович, Садовский Вадим Николаевич, Юдин Эрик Григорьевич, я просто вот почитал, они стали заниматься, вот в рамках этого дела, они организовали ежегодник системные исследования, и они раскрутили терминов системный анализ, системные исследования, системный подход, который стал кочевать по русскоязычному пространству. И надо сказать, что в 80-х годах, в 70-х годах, некоторые книги Блауберга, Садовского и Юдина, я почитал, они оставили у меня странное впечатление, когда полкниги рассказывается о том, что есть 500 определений системного анализа. Я не утрирую читать Садовского, не утрирую, вот проверьте меня, да? Вот. Но было странное впечатление, что вроде бы системный анализ как-то есть, и вроде бы, почти Живанецкий, и вроде бы его нет. Вот сейчас я уже знаю другое правило, тогда я был молодой щенок, другое правило, что если что-то интересует, нужно читать шкафами, минимум полками, потому что, ну вот, коэффициент рассеянной информации, мы сегодня несколько раз говорили, он катастрофичен. И, соответственно, в 2015 году, почитав действительно уже полками, а иногда шкафами по системному анализу, я могу сказать, что вот наложилось несколько эффектов. С одной стороны, действительно, действительно, и американцы, и англичане, и русские, действительно русские, действительно столкнулись с очень сложными объектами. Сборка корабля на стапеле, сборка космического корабля, изготовление ракеты, изготовление спутника, ну, сложные системы, система завода вокруг Новосибирска, ну, и так дальше, да, столкнулись. И, соответственно, появились люди, которые вот захотели сделать свое научное направление, и в этом ничего плохого нет. Единственное, как бы, единственное, что не было сделано, то есть оно было объявлено, но оно не было сделано. Какая аналогия? Значит, до сих пор, до сих пор есть такая шутка, что если вы хотите продать какому-то инвестору робота, обязательно сделайте ему человеческую физиономию, подобие человеческой физиономии, чтобы потом улыбался и мигал, и тогда инвестор поймет. Но, соответственно, робот, как профессионал, могу сказать, это не обязательно от человеческой физиономии, но инвестору так легче. И, соответственно, скажем, вот, как бы, Блауберг, Садовский, Юдин объявили некое направление, оно называлось «Философия и методология системных исследований». Проверьте меня, пожалуйста, проверьте. Вот. Но не показали, то есть примеры единичные, причем очень-таки спорные, как системный анализ, системный анализ, в общем-то, применять. Проверка очень простая. Пожалуйста, найдите книги этих уважаемых авторов, я их прочитал, и, пожалуйста, пришлите мне реальные кейсы, реальные примеры разобранных задач. То есть возникает некая странная дисциплина, которая вроде бы есть, и которая вроде бы нет. Вроде бы нет. То есть, резюмируя, подводя черту и, надеясь на новые пользы ваших вопросов, сложилась ситуация, когда есть общественная потребность, потому что масса сложных систем, масса сложных систем, с одной стороны, надо бы как-то с ними вообще поступать, совершенствовать, усовершенствовать, конкурировать и все остальные слова, а инструментов нет. И вот этот след плохо сделанной работы, вспоминаем религиозных людей, вспоминаем философствующих людей, произошло следующее, что, к сожалению, результатов нет. Если говорить более глубоко, такая для интересующихся философии, мне было бы очень интересно, если бы вы прислали мне ссылку на какого-то автора, который пишет о системном анализе, и этих идей не было бы у Фихте, на всякий случай Фихте – это XVIII век в основном, он умер в 1810 году, которого не было бы у Гегеля, но Гегель – XVIII-XIX век, и которого не было у Спенсера. Вот максимальная новизна, максимальная новизна – это вот перефразировка известных этими людьми сделанных вещей. Сейчас возникает новое явление, на которое советую вам, слушающих меня, не попадаться. Сейчас вот системный анализ уже отходит, потому что на этом бренде долго существовать затруднительно, то есть он, грубо говоря, его трудно продать, уже трудно продать, и поэтому вы везде видите, можете посмотреть, сейчас на любой поисковой системе сколько терминов, появился термин «синергетический». Вот, «синергетический», «синергетический», «синергетический». И соответственно, вот если действительно Нобелевская премия 73-го года пригожная, здесь синергетику, вот где нужно и не нужно, слово «синергетика» стало модным, оно вставляется. Поэтому, подводя некоторые помежуточные итоги по системному анализу, сейчас будут ваши вопросы и мои ещё выводы, могу сказать, что потребность существует, вот книжек безумное количество, безумное количество докторских, докторских по этой части, да, вот, а как работать инженеру системно, как работать педагогу системно, как работать бизнесмену системно, как работать политику, ну тоже, извините, системно, мягко говоря, мягко говоря, непонятно, вот, какие ещё у вас ваши вопросы, пожалуйста, да, ну хорошо, в таком случае подвигаемся дальше, скажем, вот ещё раз критерии, критерии, возможно, кто подошёл, советую сделать скриншот, в принципе, эти критерии в данном случае привязаны к системному анализу, но вы можете использовать их вообще для оценки различных интеллектуальных продуктов, если вы будете с собой честны, вы выясните, что приличных продуктов меньше процента, вообще на рынке, вообще на разных языках, менее процента, да, если я ошибаюсь, пожалуйста, я сейчас дам свой адрес, присылайте мне, присылайте мне выдающиеся продукты, которые так называются своими авторами, да, ну это сама оценка называется, да, вот, соответственно, что же делать? Лейла Витальевна Лайшева, что значит работа системы? Сейчас показываю, показываю, Лейла Витальевна специально, пожалуйста, соответственно, скажем, вот есть направление, это слайд из прошлой лекции, когда мы говорили об АРИЗах множественное число, направление, которое в моём понимании ни в науке, ни в методике, ни в бизнесе вообще не закрыто, то есть есть такие суббренды, о которых принято болтать, но это рассчитано для плохо образованных студентов, вот, ну, плохо образованных студентов, ну, максимальный уровень, да, значит, первое, вот, именно системный обзор проблемной ситуации, системный, системный обзор заключается в том, что должно быть понятно, ну, с какими системами будем работать, что можно менять, что нельзя менять, это довольно длинные списки, довольно длинные списки. Пункт второй, по которому масса курсов, масса курсов, но, как бы, хороших продуктов не встречал, коррекция инерции мышления, то есть, когда мы занимаемся творческими вещами, мы должны отстраиваться от прошлого опыта, причём опыт может быть любой, хороший, в том числе, опыт, да, и так дальше, вот должны быть процедуры, которые, там, для бизнесменов, для учителей, для инженеров, ну, берите любую профессию, для учёных, кстати, инерции на инерции, инерции погоняй, скажем, да. Третье, более конкретно, постановка системы задач, не одной задачи, системы задач, системы задач, публикации безумное количество, безумное количество, фактически, это перефразировка, там, 19 века, как правило, 19 века, как правило. Четвёртая тема, четвёртая тема, сделал Альшули, многое сделано Альшули, но там ещё непаханное поле для сложных систем, сложных ресурсов и так дальше. Мобилизация ресурсов, то есть, то, чего уже есть, как это можно мобилизировать. Опыт показывает, что это есть в любом городе, в любом цеху, в любом заводе, ну, вообще, любой организации, да. Далее, пятая, пятая, вот, красным, вот, жгучая проблема, а каковы технологии принятия решений? Вот, в области некоторых инженерных задач, далеко не всех, кстати, есть ТРИС, вот, а что есть в области этнографии, что есть в области учительского отдела, педагогики, преподавателей вузов? Вот, технология работы с студентом для преподавателей вузов, вот, многое пытался сделать Полтавский пединститут в своё время, Полтавский пединститут на Украине, да, там не всё было удачно, но, тем не менее, вот, а что сделано? Ну, мягко говоря, ничего, мягко говоря, ничего, да. Далее, а как полученные решения, я, множество на число, можно усиливать, можно усиливать, можно усиливать. Вот, таких докторских, насколько я знаю, нет. Вот, вообще, по предыдущим направлениям они как бы есть, но они не закрыты. То есть, докторская, докторская, предполагаю, что направление либо открыто, либо закрыто. Ну, настоящая докторская, не пальцем деланная, которых там делается 5-6 тысяч в год на русскоязычном пространстве. 5-6 тысяч докторских, порядка 25 тысяч пандидатских. Ну, цена соответствующая, да. Далее, проверка хода решения, ну, без, как-то понимали мы решение, да? Далее, выявление типовых ошибок в любой профессии, госчиновника, милиционера, следователя, врача, есть типовые ошибки. Далеко не всегда они собираются и анализируются, далеко не всегда они открыто опубликованы, даже на закрытых сайтах для данной профессии. Они есть, они есть. Далее, девятый, обобщение лучших решений. А их нужно для этого собрать, а это доли процента, в принцип. Ну, и, наверное, если есть принцип, наверное, нужно переносить в другие сопредельные области. Ну, соответственно, пункт десятый, чрезвычайно больной внедрение системы решений, не единичных решений, а системы решений, это большая такая проблема. Вот, соответственно, скажем, это и бизнес интересно, вот, всё, что, ну, в принципе, всё это стоит денег. И в научном плане все названные темы чрезвычайно интересны, да? Ну, это продолжает отвечать на вопросе, да? Андрей Георгиевич Круянов. Дэвид Марко, Климент Магрот, методология структурного анализа проективная, разработанная... Да, 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 значит, как бы знаю, да? Значит, Ольга Викторовича, Яков Александрович Пономарёв, стоит изучать его работы. Пономарёв, Пономарёв, это доктор наук, там очень много смешного, значит, очень много смешного, значит, как бы типовая ошибка, которую делают, к сожалению, в области творчества практически все психологи. Пономарёв не является исключением. Можете посмотреть на Викенд, что он есть, как бы, да? Они пытаются защитить диссертацию, в том числе докторскую, а не сделать методику для решения задачи. Вот как только вы понимаете эту разницу, разницу, да, по условию, что вы сами занимаетесь не сама психотерапией, а делом с большой буквы, все становится ясным. На сегодняшний день, значит, у психологов нет, нет серьёзных результатов в области. Серьёзные результаты какие-то, вот как бы, например, есть у некоторых инженеров, которые нечто под себя сделали, под себя сделали. Вот это, может быть, не очень творческие задачи, такие большие, скорее, задачи, которые разбираются, да? Вот, их нет, просто нет. То есть можете и не искать. При этом я могу профессионально сказать, что очередная книжка по интуисту «Как заработать миллион» выходит чаще, чем раз в неделю на русском языке. То есть цена соответствующая, цена соответствующая. То есть просто, грубо говоря, даже ища вы не найдёте, грубо говоря, да? Даже ища, да, далее, да. Виктор Георгиевич Гуменный. «Появились полезные результаты по системному анализу после развития программирования, матмоделирования». Значит, по поводу, значит, как бы, программирования могу сказать следующее. С Кореи, то, что я знаю, то, что Кореи – это появилось понимание, как разбивать сложные работы на части, разбивать сложные работы на части, вот, в области программирования. В области, как бы, матмоделирования очень по-разному. То есть, например, первое моделирование «Остреливаемого лётчика» в России было в виде кубика, тоже называлось матмоделированием. Кончилось с тем, что из-за переломов позвонков между голов… у человека не кубик, а как минимум два кубика, то есть большой кубик – это масса, маленькая масса, дальше пружинка, это для математики, механика, я считаю, да, и дальше тело другая, более крупная масса, вот, допустим. И, соответственно, прошло там 20 лет, когда научились более-менее математически моделировать отстреливаемого на катапульте человека. До этого было несколько смертей, то есть, умеют ли математики моделировать? Не всегда, иногда умеют моделировать, да. Поэтому, соответственно, скажем, системный анализ, как получение скачков, весьма размазано, хотя общественная потребность существует. Разложение сложной работы и более-менее однородной работы на многие-многие-многие операции, которые делаются в программистских конторах, да, такое уже научилось. Вот, такое уже научилось, скажем. То есть, есть открытые, вот, с трудом произношу лекции Массачутирского университета, где вы там можете посмотреть, как там сделать ракету и так далее. Но как раз там больше не о скачках, не о скачках, не о творчестве, а как о заложении гигантской работы на их порядок, иерархию и распределение, раскидывание. Вот это кое действительно появилось, и обратите внимание, не благодаря болтунам гуманитарным, а благодаря инженерам, инженерам появилось, да. Станислав Олегович Айзин, если этот слайд обобщить, очень просто. Начинать надо с научного метода, да, но он отсутствует. То есть, еще и еще раз, то есть, разговоров по научному методу, публикации есть безумное количество, но дальше есть большое количество профессий. Вот, как решать какие-то задачи, просто, да, причем даже простые задачи. И дальше начинаются такие очень сложные, вот, ну, вы знаете, как бы, вот, там, каждому больному нужен свой подход, да, вот, каждому пациенту нужен свой подход. Нет, это не технология, это опыт. Технология, она как раз суммирует опыт, да. То есть, вот это вот, как бы, 10 дыр, которые зияют, зияют. Далее, причем, да, еще очень важный акцент, возможно, для гуманитариев важно. Обратите внимание, я постоянно сегодня говорю, что вот штуки, системный анализ – это инструмент. Я не говорил о мышлении, потому что нужен инструмент, потому что задачи настолько сложны, что просто, например, размерности настолько сложны, что просто-напросто, там, в голове выстроить цепочку из 100 ходов, мягко говоря, проблематично, даже если вы специалисты, проблематично. Нужны какие-то инструменты, диаграммы, стрелочки, что-то еще, плюс еще творчество нужно, да. Максим Ильич Денисов. Игорь Иванович, насколько устраивают дологи рейтинг-анализа Александра Фадеева, скажем, да. На мой взгляд, на мой взгляд, скажем, Павел Эдвардович Фадеев знал о том, что я, как бы, говорю. На мой взгляд, там есть некие здравые вещи, но там, мягко говоря, много чего нужно разрабатывать, мягко говоря. То есть, есть некие обозначенные направления, но дальше разрабатывать, разрабатывать, разрабатывать. Потому что где, значит, это некая первая заявка, но дальше нужно нарешивать. Как делается методика творчества? Методика творчества делается первый вариант, и потом десятки умных людей его начинают опробовать. И методика обрастает, что-то выкидывается, что-то дополняется. Первый вариант, когда появляется, авторы могут быть очень горды, но тем не менее нужно делать, 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 еще раз делать. Далее. Лейла Витальевна Лайшер. То есть, развитие системного анализа в развитии множества различных направлений есть общие для многих областей линии? Да, будем обязательно говорить в следующий раз, надеюсь на ваши вопросы. Есть направление, но на сегодняшний день в чем заключается проблема? Значит, во прямом смысле это и моя боль тоже. Почему? Потому что на сегодняшний день было, мне неизвестно, две попытки задачника по системному анализа. Они, честно говоря, смешные, но неудавшиеся. На сегодняшний день я, к сожалению, не могу дать ссылку на учебник по системному анализу, который такой широкий. Вероятно, вероятно, должно быть серия хороших учебников и задачников, потому что любая дисциплина, если нет задачника, не будет усвоена. Любой педагог знает, как ставится навык. То есть пока какое-то количество задач не прорешено, даже не от творчества сейчас, обыкновенные физики и математики, навык просто не встает у детишек. Не у детишек, а у детишек, а у детишек, а у взрослых. Ну, не встает, то есть это совершенно железно. Поэтому должен быть и задачник, и у учебник, скажем. Допустим, то, что мы говорили только сегодня, простейший вариант о Тейлор. Когда просто, например, внимательное наблюдение показывает, что только человек сталкивается с более-менее сложной ситуацией, человек имеет высшее образование и не в состоянии организовать свою деятельность в течение дня или выходных. Я часто по долгую службу бываю на выезде, и я знаю, что есть такой эффект, когда-нибудь какая-нибудь дальняя санатория. И вот бывает, летом, значит, читаешь там курс, ну, выходишь, естественно, там перерывы есть, как бы выходишь, и, допустим, в санатории нет электричества. Лето, казалось бы. Вот, на отцов семейства жалко смотреть, потому что нет телевизора. То есть, лето, нет телевизора, вот как жить, как жить без телевизора, скажем, да? Вот в масштабах там дня взрослый человек себе построить деятельность не всегда может, мягко говоря. А о творческой деятельности, мягко говоря, совсем плохо, мягко говоря, совсем плохо, да? Вот, поэтому первое. Второй момент, допустим, штук 50 задач, как можно расслаивать объект? Причём, как бы, иногда срабатывает, а тогда не срабатывает. Почему не срабатывает? Ну, и так дальше, да? Далее. А если общая линия, а хоть пример, один хороший пример по системному анализу. Ну, пожалуйста, пример, который я проводил в предыдущий раз, и сейчас, как бы, некоторые учебники физики, ну, не учебники, точнее, публикации, а физики начинаются, что существует, вот, существует некоторый мир соизмеримый с человеком, и там действует школьная физика, которую мы все проходим. Существует микромир, микромир, где не действует, ну, так, школьная физика, которая, квантовая физика действует, которая за три года делалась физика. И есть, например, физика не очень понятная, физика космоса. Там какие-то безумные скорости, безумные энергии, безумные, там какие-то немножко другие правила. То есть как минимум оказывается не одна физика, не одна физика, а три физики. Три физики в зависимости от слоя. Следующий пример не совсем школьный, но тем не менее. Оказывается, в зависимости от различных соотношений существует 11 видов льда. Не один лёд, а 11 видов льда. В зависимости от условий он появляется по-разному, этот лёд. Ну и так дальше. Вот примерно вот такие вот вещи. В принципе, любая задача, где десяток нужно сделать ходов, чтобы 10 задач, наверное, можно отнести к системной, понимая всю условность этого. То есть, наверное, системный анализ начинает тогда, когда некое естественное мышление, естественные привычки, естественные навыки человека не срабатывают. Ну просто нужен инструмент. Они срабатывают, а не когда большая размерность, это много задач, много задач. Либо нужно делать некоторый качественный скачок. Качественный скачок традиционно к системному анализу не относится. Это обычно относится к ТРИС, к изобретению уровня 4-5 уровня, когда нужно делать скачок. Ну, учитывая, что лекция обзорная, я это упоминаю. Далее, Андрей Анатольевич Телядникович, дайте, пожалуйста, ссылку на решенные вам и системные задачи. На сайте ТРИС, есть перечень, но я не раскрываю механизмов. Там перечень есть, ищите. Если пришлете, запрос я вам пришлю. Но там не перечислено, как это сделано. Кроме того, вы можете скачать ряд наших программ. Сразу говорю, там нужно подкачивать еще Windows. Изготовление каждой компьютерной программы. Каждой компьютерной программы – это, мягко говоря, только замечание, там действительно страниц. Следующий момент, когда идет любая стратегическая сессия, более чем день, то есть два дня, практически на любой, вот в любые два дня, когда идет работа, стратегическая сессия. В однодневках такое иногда не бывает, не бывает, ну не успеваем просто, а за два, за три дня мы где-то выходим на какие-то явления, на какие-то явления, которые вообще в учебниках не описаны, вообще не описаны в учебниках, целеских не знаю, скажем, да. Вот, но мягко говоря, имеет местосистемность. Имеет местосистемность. Ну, например, то есть, допустим, мы выходили на такие задачи, когда… Сейчас физики могут возмущаться, но это правда. Когда у вас есть заземленный металл, да, заземление правильное, а на металле есть заряд. Ну, например, да, ну, например. Из-за этого происходит зарыв, и дальше я не имею права говорить. Ну, например, ну, например, ну, например, да. Пожалуйста, да. То есть, это происходит у меня ежемесячно, ежемесячно происходит, но я не всегда раскрываю все механизмы, да. Далее. Ну, хорошо, в таком случае идем дальше, уважаемые коллеги. Может быть, я сегодня терапюсь, может быть, терапюсь, не знаю, да, скажем, да. Соответственно, переходим к домашнему заданию. Да, домашнее задание у нас такое вот. Соответственно, сейчас я, по-моему, попрошу Анатолия Александровича Жачкова кинуть две ссылки в чат, но прошу их не нажимать, потому что вы вылетите, вы просто вылетите из чата, вылетите из чата, а хочется еще немножко дообщаться. Соответственно, вот сверху написана группа ВКонтакте, она будет, я сейчас попрощаюсь, и на нее тогда нажимайте. Вот, мой совет, кто не знает, вступить в открытая группа, там публикуются данные об этих онлайн-лекциях, и очень важно, там публикуются ссылки. Сегодня было 120 ссылок, возможно, вы не заметили, сегодня было 120 гиперссылок. Я очень хотел бы посмотреть, кто почитает все, к следующей нашей встрече. Все 120 ссылок, некоторые из них агрегатированы, в этой группе будут, минут через 10. Соответственно, скажем, часть людей, кто у нас давно участвует и выполняет домашнее задание в облаке, соответственно, в облаке для вас выложены три письменных домашних задания, кто, ну, прошу их к следующему, к среде, к четвергу сделать, к среду, к четвергу. Те, кто у нас впервые, у нас впервые, сейчас лето, такое одно домашнее задание, одно домашнее задание. Значит, у нас все вопросы, которые задаются, делятся на две части. Первый – уточняющие вопросы. Вы что-то не поняли в моем объяснении, что-то уточняете. Это нормально, да? Второй момент – вы хотите сходу же задать какой-то сложный вопрос. Желательно, чтобы получить качественный ответ, потому что, надеюсь, что вы думаете не только о себе, но и думаете и обо мне, и о других, чтобы получить качественный ответ, его задать по определенным правилам. Пункт номер один. Для рекомендации, как задавать сложные вопросы, в этом файле, который weekend.ru, добыл его нолик, они указаны. То есть, например, вы излагаете, что вы уже знаете по данному вопросу. Кто вы? Потому что вы можете задать вопрос, но в зависимости от того, кто вы, вы аспирант, вы преподаватель вуза, вы бизнесмен, вы политик. Ответы на один и тот же вопрос могут быть разные, на сложные вопросы могут быть разные. То есть, я должен знать, кто вы, скажем, да? Поэтому, если вопросов нет, то, соответственно, скажем, ну, я на них и не отвечаю. Потому что сегодня я только начал и показал, да? Соответственно, скажем, для того попадания в облако нужно систематическое, а не раз выполнение домашних заданий. К сожалению, вот сейчас лето, и с домашними заданиями сейчас не очень хорошо. То есть, люди некачественно их делают, прямо говорю. Но кто хочет в облако, пожалуйста, делайте. Скажем, облако будем перерегистрировать где-то в сентябре. То есть, кто не делает домашние задания, ну, соответственно, нам придется распрощаться, извините. Вот кто делает хорошо, значит, так дальше. Соответственно, у меня был прислан всего лишь один вопрос коллегой Елисеевым, он, по-моему, в чате, да? Коллегой Елисеевым. Значит, там вопрос касается, значит, зубовращебной клиники. Зубовращебной клиники. И, соответственно, я не стал его разбирать, чтобы просто сегодня не комкать изложения. Значит, с сентября мы будем работать примерно следующим образом. Три плановых лекции каждое воскресенье. Одно исключительно по вопросам. Одно по вопросам. Уже вопросы будут очень разные, ну и так дальше, да? Поэтому, соответственно, любая переписка, вот, можно вести только вот по этому адресу. Вот только по этому адресу и так далее. Домашние задания, просьба присылать к ночи, среда, четверг. Почему? В среду, четверг я планирую, верстаю план на следующее занятие. Следующее занятие тоже по системному анализу, который я сегодня начал. Вот так дальше. Значит, что мне хотелось сегодня сказать главное. Значит, пункт номер один. Значит, действительно существует гигантская общественная, социальная, профессиональная потребность в каких-то системных вещах по решению сложных задач. Причем сложные понимаются как по количеству ходов, сложности в понимании Калмогорова, академика Калмогорова, а также по качественным скачкам, ну, качественные скачки и тызовские. Фактически в истории Европы было масса обещаний религиозных, философских, психологических, там каких-то, откровенно жульнических. Хороших инструментов почти нет. То есть, есть отдельные инструменты, которые разработали инженеры под свои задачи. К сожалению, это явный бизнес-проект. Вот учебник по системному анализу хорошего нет. То есть, учебники есть, но нет хорошего, на котором можно научиться. Следующая производная, задачника по системному анализу тоже нет. Вот тоже нет. Вот просто тупо нет, скажем. Задачник не пишется за один год, задачник пишется лет за пять, когда в этом участвует человек 30, который приносит в клюве единичные задачи, естественно, авторство учитывается, и который потом лет через пять получает задачник. Быстрее, по моим данным, не сделать. Не каждая задача годится в такой задачник. В следующий раз мы, наверное, по рассмотрам уже поступили к некоторому, вот, главная, может быть, хитрость, да, главная, может быть, хитрость, которой важно сказать, что не ведитесь, не ведитесь на разговоры о системности. И такая очень большая просьба, что если вы где-то найдете, значит, как бы, не клоуна, не интеллектуального клоуна, который приводит какие-то примеры, задачи и так далее, вот, в ютубе, у меня очень большая просьба пришлась. Еще какие-то вопросы, я продолжаю, да. Большое спасибо Анатолию Александровичу Жачкову, он кинул две ссылки, там вторая группа, группа очень интересная, которую делает Анатолий Александрович, группа читателей и зрителей Викенд, там такие очень интересные, забавные материалы с портала идут, да. Максим Валерьевич Калиниченко. Игорь Иванович, уточните, пожалуйста, правильное название. 400 решений для бизнеса? Нет, как бы, все перепуталось. У нас есть старая программа, мы уже сняли ее с производства, называется Export 1001 рекламоноситель. Вот. Почему мы ее сняли с производства? Потому что люди не могут нормально скачать заплатку с сайта Windows, вот почему. В принципе, она устанавливается. В демоверсии, которая распространяется бесплатно, есть 400, это крупнейшее собрание в мире, мы специально проверяли, как мы проверяли, проверяли мы, проверяли американцы, проверяли наши израильские клиенты. 400 способов отстройки от конкурентов, запомните, отстройки от конкурентов, это крупнейшее собрание на сегодняшний день, да. А вот, соответственно, скажем, если она запустится, и вы сможете там все заплатки установить, то так дальше. Программа называется Export 1001 рекламоноситель. Такое название, не очень удачное. Уважаемые коллеги, соответственно, я к вам с вами прощаюсь. Через 10 минут в группе будет 120 гиперссылок и домашнее задание. Призываю сделать домашнее задание, чтобы в следующий раз пообщаться. Продолжение следует...